Здравствуйте! В прямом эфире Телемикс Новости в студии Екатерина Рехтина. В выпуске программы мы расскажем о событиях этого дня. Смотрите сегодня. Капитальный ремонт Ленинградской 36 не пошел на пользу. Совет предпринимателей в новом формате и составе. Добровольцы-огнеборцы в отдаленных селах сами тушат пожары. Скоро захрустят в руках новые купюры готовы к презентации. Головная боль и технические сбои магнитная буря вызовет. Вырастил пять олимпийских чемпионов. Теперь учит дзюдо и уссурийцев. Отличная помощница родителям. Мама и папа. Отзовитесь. Строительно-производственная компания главмонтаж объединения реализует квартиры в новом строящемся доме по улице Локомотивная 12 по доступным ценам. Подробности в офисе компании по адресу Выгонная 2. Телефон 26-93-65. Проектная декорация на сайте СПК главмонтаж объединения.рф Жители многоквартирного дома по Ленинградской 36 страдают от последствий капитального ремонта. В двухэтажке меняли кровлю, в итоге сломали потолки и выкинули слой утеплителя. Люди пошли по инстанциям и рассказали о своей беде съемочной группе компании Телемикс. После капитального ремонта кровли жилой дом на улице Ленинградской трещит по швам. Пенсионерка Людмила Семеновна живет здесь уже полвека. После того, как строители похозяйничали на крыше, забился дымоход, потолок начал постепенно заваливаться в квартиру. Дело было летом, а сейчас в окна уже стучатся холода. Холода близко, конечно, печки не горят. Потолки вот эти, видите, подорушены. Ну как? Будет и не вот так вот висеть до полквартиры? Я не знаю как. На Ленинградской 36 трудились подрядчики от фонда капитального ремонта Приморского края. Начали работать в июле, не закончили до сих пор. Официальный объект не сдан. Теперь жильцы сами пытаются, как говорится, довести дело до ума. Подмазывают щели и трещины снаружи. Однако внутри, на самой крыше, люди ничего сделать не могут. Строители сняли с перекрытия весь шлак-утеплитель. Тогда и повредили потолки в верхних квартирах. Сейчас промерзнет все окончательно, потому что перекрытий там практически не осталось на чердаке. Там трухлявые доски. Вы сейчас поднимитесь, пожалуйста, тогда и посмотрите сами. Сейчас жалобы жильцов уходят в пустоту. Люди хотят, чтобы им объяснили, что будет дальше. Однако подрядчик пропал с радаров. Приморский фонд капремонта не отвечает на звонки. В телефонной трубке лишь гудки. Короткие длинные сигналы. Или аппарат отключен от сети. И все же нам удалось узнать, что будет с капитальным ремонтом по Ленинградской 36. Кровью планируют доделать. А точнее, восстановить прогнившие перекрытия. Буквально завтра здесь будут работать проектировщики, которые оценят стоимость работ. Затем приедут специалисты из фонда капитального ремонта. У людей уже накопилось немало вопросов к строителям. Например, почему водостоки с новой крыши вывели на стены без отмостки. Когда продолжится капитальный ремонт. А главное, не принесет ли он новых бед. Двухэтажка по Ленинградской 36, как и многие ее жильцы, уже вышла на пенсионный возраст. Дом строили в 1939 году. Евгений Талов, Антон Весеховский, Телемикс. За границу нелегальным путем. Житель Китая пытался вывезти на родину коллекцию старинных денег. 11 ценных монет обнаружили таможенники в багаже туристов в пункте пропуска Полтавка. Китайский турист уверял специалистов, что запрещенного товара не везет. Однако при досмотре личных вещей сотрудники обнаружили коллекцию металлических денежных знаков. В целом, житель Поднебесной вез 31 монету, которые потом были направлены на экспертизу. Позже стало известно, только половина представляет ценность для нашей страны и запрещены к вывозу. Это монеты Бразилии, Австрии, Германии, Франции и Австро-Венгрии, выпущенные более 100 лет назад. Самая ценная монета – 5 франков 1831 года. Остальные деньги датированы более поздним сроком и не относятся к культурным ценностям. Их вернули туристу. В отношении гражданина КНР возбуждено дело об административном правонарушении. Уссурийский совет по поддержке малого и среднего бизнеса переформатировали. Предприниматели и сотрудники администрации округа встретились в новом составе, чтобы обсудить направление в совместной работе. Совет по поддержке бизнеса сменил вывеску. Теперь он занимается улучшением инвестиционного климата и развитием предпринимательства в округе. В современном мире регионы и муниципалитеты заманивают потенциальных инвесторов более выгодными условиями. В Уссурийске к созданию такой благоприятной среды приложат руку сами бизнесмены. В связи с тем, что тема развития территории вышла на первый план, вопросы, связанные с предпринимательством и развитием инвестиционной деятельности, они должны были найти равноценное отражение в работе совета. В данной связи было принято решение переформатировать совет. Со сменой названия поменялись и некоторые функции совета. В скором времени будут созданы рабочие группы по различным направлениям работы. Многие проекты нормативных актов администрации теперь в рабочем порядке будут проходить через руки представителей бизнес-сообщества. И процедура эта предполагает именно участие бизнеса в оценке тех принимаемых нормативно-правовых актов, которые касаются вашей деятельности. Мы ждем от вас предложений, замечаний. Также в совете обновления плюс шесть новых членов. На первом заседании в ином формате бизнесмены и чиновники обсудили, какие шаги уже сделаны в сторону создания привлекательного инвестиционного климата. Например, в округе разработан и опубликован инвестиционный паспорт территории. Также на нас работает свободный порт Владивосток. Уже 19 уссурийских компаний стали резидентами Порта Франка. Виктория Калинина, Евгений Талов, Сергей Флоренцев, Телемикс. Предприниматели получат ответы на свои вопросы. Сотрудники Роспотребнадзора ждут бизнесменов завтра, на день открытых дверей. Прием граждан работает с 10 до 16 часов на Комсомольской, 40. Также консультировать будут по телефону. Подробнее об этом далее. Мы проводим у себя на нашей базе по адресу город Уссурийск, улица Комсомольская, 40, с 10 до 4, 12 октября. Пожалуйста, наши двери открыты для всех предпринимателей. Обращаться можно в 4 кабинета наших. 304 кабинет, 302, 301 и внизу 204 кабинет. Телефоны все даны, на сайтах они развешены. Пожалуйста, обращайтесь. Предприниматели в этот день могут задать вопросы любые, которые их интересуют. Для чего этот день? Для реализации информационной политики сообщество предпринимательское должно знать, оно должно быть информировано. в целях реализации механизма открытости Роспотребнадзора. Это повышение грамотности нашего населения в области санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав населения. Уссурийску есть, что показать. Экскурсия по современной единой дежурно-диспетчерской службе прошла в местном управлении и по делам ГОИЧС. Также сотрудники рассказали гостям со всего Дальнего Востока о современном оборудовании, которое есть далеко не в каждом регионе. С подробностями Анна Клыга. Такой Урал есть только в нашем округе. Оригинальную разработку уссурийцы презентовали коллегам с Дальнего Востока. Отечественная машина доработана с учетом местных особенностей. Теперь это мобильный пункт управления, который оказался необходим во время ЧАЭС. С этой машиной мы можем спокойно выходить на видеоконференцию со всеми населенными пунктами, соответственно, на видеоконференцию с КЧС Края, докладывать обстановку, владеть всей обстановкой, давать распоряжения. Сотрудники уссурийского управления ГОИЧС показали гостям и другие средства, которые есть на вооружении местного отделения. После этой презентации группа отправилась дальше, в единую диспетчерскую службу. Руководитель Сибирского центра МЧС России Сергей Диденко лично проверил работоспособность оборудования. Доложите, пожалуйста, обстановку на территории городского округа. На территории Нахопинского городского округа, по состоянию на 16.08, чрезвычайных ситуаций не произошло. Гости из других населенных пунктов и территорий Дальнего Востока оценили наработки уссурийцев. Почти все были приятно удивлены уровнем. Посмотрели, как организовано ИДДС. Понятно, что в каждом субъекте подходы по-своему формируются. Но хотел бы отметить, что в целом город готов к различным нештатным ситуациям. Но руководитель уссурийского управления ГОИЧС уверен, есть над чем работать. В скором времени здесь запустят систему, которая будет показывать обстановку на территории городского округа в режиме реального времени. Реагировать можно будет быстрее. Следовательно, и предупредить какие-то чрезвычайные ситуации, либо применять меры для их ликвидации. Все это будет делаться гораздо быстрее. На этом обмен опытом и обучение не закончено. Главы муниципалитетов Приморья и Дальнего Востока отправились в Никола-Львовск, где в рамках однодневных курсов провели учения по ликвидации и последствий аварии на объекте с опасным производством. Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс. Огнеборцы-добровольцы Никола-Львовского продемонстрировали свои умения тушить огонь. Перенять опыт селян прибыла делегация, в которой не только представители всех районов и городов края, но и сотрудники МЧС. Оснащенность добровольных пожарных дружин оценил и Сергей Диденко, начальник Сибирского регионального центра МЧС России. Оснащенности добровольной пожарной дружины села Никола-Львовская можно позавидовать. И это не музейные экспонаты, говорят местные жители. Мотопомпы, ветродуйки, шланги и лопаты. Те самые подручные средства, которыми здесь тушат огонь. Село от центра достаточно удаленное. И пожарному отряду быстро сюда не добраться. У нас есть обходчики села по пожарной части, дружинники. Они ежедневно осуществляют обход, смотрят, где-то загорается, сообщают нам. Сразу мы передаем данные. Тут же оперативная группа, которая возглавляет староста здесь. Выезжаем на место, занимаемся своими силами, пытаемся тушить. Как правило, тушат всегда. Многолетний опыт, как говорится, сказывается. Кругом лес и в пожароопасный период от огня здесь не уберечься. Потому селяне постоянно во всеоружии. И ко встрече с красным петухом из леса готовы. Подручным противопожарным инвентарем здесь пользоваться умеет практически каждый. Коса – самовостребованный предмет в теплое время года. Раньше такой травы не было из-за того, что скота много было очень. Совхоз был и много было коров. Они, считай, все выедали. А сейчас вот такая кругом травища, что нельзя не выкашивать. Тем более крайний дом. Ну, косим раз в неделю, бывает, если дожди идут, косим и через три дня. Боеготовность Никола Львовцев на случай огня оценил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Дыденко. В крае сейчас ситуация с лесными пожарами критическая. Тушат огонь из земли и с воздуха. Очень важно, отметил генерал-лейтенант, развивать именно добровольческие отряды среди населения. Уссурийский округ в этом преуспел. Уссурийск, потому что это муниципалитет, который, наверное, наиболее эффективно и качественно отрабатывает те риски, которые существуют и оказывают максимальную помощь населению. И не просто оказывают максимальную помощь, а стремится развивать систему помощи людям, комплексной безопасности. Отряды добровольцев-огнеборцев на нашей территории есть в каждом населенном пункте. Села оснащены всем необходимым оборудованием, всегда приходят на помощь друг другу и готовы делиться своим опытом с соседями, другими районами. Представители муниципалитетов смогли наглядно убедиться, насколько слаженно работают наши местные службы спасения во время пожара. Основные мероприятия направлены у нас именно на предупреждение возникновения этих ситуаций, так как предупредить всегда дешевле, чем потом ликвидировать. По крайней мере, даже из-за того, и это самое главное, что при предупреждении нету ни человеческих жертв, нету ни разрушения, нет ущерба. То, что самое главное является в нашей работе. В этом сезоне Никола-Львовцы могут похвалиться еще одним своим достижением. На окраине населенного пункта обустроили вертолетную площадку. Теперь на случай экстренной ситуации здесь могут приземляться судна малой авиации. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс. Символы Дальнего Востока на российских деньгах. Презентация новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей пройдет уже завтра. О долгожданных купюрах расскажут председатель Банка России и генеральный директор госзнака в формате телемоста Москва-Владивосток-Севастополь. Речь пойдет об особенностях новых денег и основных защитных признаках. Напомним, как будут выглядеть банкноты, определяли жители страны. На купюре в 200 рублей разместили символы Севастополя, памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес-Таврический. А на 2000-х знаменитые места нашего региона. Это мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Магнитная буря подпортит самочувствие метеозависимых людей в пятницу и субботу. Однако начнет набирать силу явление уже сегодня. Об этом говорят синоптики. Специалисты объясняют, что порция солнечного ветра достигнет нашей планеты и станет причиной магнитной бури. Эти изменения могут повлиять на работу средств сотовой связи, вызвать технические неполадки. Также возможен рост автоаварий. Особо чувствительные люди могут ощущать дискомфорт вплоть до воскресенья. К сентябре уже были мощные вспышки на солнце. Минздрав отмечал, что на здоровье россиян это никак не отразилось. Солнце повлияет также на теле и радиовещание. В результате сезонного явления, когда звезда, спутник связи и наземная антенна выстраиваются в одну линию, могут возникать помехи. Перебой с приемом сигнала будут длиться не более получаса в сутки до 23 октября. Причем затронет это явление не только цифровое эфирное вещание, но и аналоговое. Еще один дельфин скончался в Приморском океанариуме накануне. Директор учреждения взял на себя ответственность за гибель животного и подал в отставку, сообщает агентство Примамедиа. По официальному заявлению научно-образовательного комплекса, афалина получила острое респираторное заболевание, которое быстро перешло в пневмонию. В результате подопечную не удалось спасти. Хотя ветеринары не связывают болезнь животного с чьей-то халатностью, руководитель океанариума остро воспринял произошедшее. Александр Михайлюк, который находился на должности меньше года, подал рапорт об отставке на имя руководителя Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. Согласно трудовому законодательству, работодатель обязан ежемесячно выплачивать зарплату сотрудникам. Размер суммы прописан в трудовом договоре. Как быть, если на предприятии систематически задерживают деньги? Ответ смотрите в рубрике «Телеконсультант». У нас на работе задерживают заработную плату. Хотела бы вас спросить, что грозит за это работодателю и как мы можем защитить свои права. Соблюдение трудового законодательства является одним из основных направлений прокурорского надзора, одним из приоритетных направлений, поскольку выявляются факты невыплаты заработной платы. В прокуратуре принимаются меры в том числе и административного воздействия. Возбуждаются административные дела, предусмотренные статьей 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. В июле 2016 года были внесены изменения в данную статью, введена часть 6. В случае неполной выплаты заработной платы в установленные сроки предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторности совершения административного правонарушения предусмотрена для должностных лиц дисквалификация от 1 года до 3 лет. В случае, если прокуратурой будут выявлены факты частичной невыплаты свыше 3 месяцев заработной платы, либо полной невыплаты свыше 2 месяцев, прокуратура рассматривается вопрос о направлении материала в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в статье, предусмотренной в 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также при проведении проверок мы акцентируем свое внимание помимо оплаты труда на выявление таких фактов, как серая заработная плата, либо неофициальное трудоустройство. Это тоже является актуальным вопросом. В связи с чем я бы хотела акцентировать внимание граждан на необходимость оформления трудовых договоров, поскольку именно трудовой договор содержит в себе все необходимые условия, в том числе размер заработной платы, который подлежит взысканию в судебном порядке в случае ее невыплаты. В противном случае установление факта трудовых отношений производится в судебном порядке. Работники могут обратиться как в Трудовую инспекцию, компетентный орган, это Государственная инспекция труда в Приморском крае, которая у нас находится в городе Владивостоке, которая за защитой нарушенных трудовых прав. Уссурийские дзюдоисты переняли опыт у мастеров из Японии. В Приморье приехали сильнейшие учителя дзюдо, один из которых Кенжи Митсумото, тренер пяти олимпийских чемпионов. А вот воспитанники отделения самбо детской юношеско-спортивной школы уже выступили на первенстве страны. О силе борьбы расскажет Наталья Зайцева. Здравствуйте. Тренерский состав и опытные воспитанники Федерации дзюдо эту неделю провели в учебе. В Приморье приехал один из сильнейших японских мастеров дзюдо Кенжи Митсумото. Под его руководством выросли пятеро олимпийских чемпионов. Занятия в кампусе ДВФУ по японскому боевому искусству проводит главный тренер сборной Китая по дзюдо, тренер сборной Дании и Швейцарии, профессор Такайского университета Японии. Обладатель седьмого Дана Кенжи Митсумото. Кенжи не просто работал над техникой выполнения приемов. Его уроки отличались закреплением традиций и обучением моральным принципам японского боевого искусства. Большое внимание уделялось порядку и расположению в зале, а также взаимоотношениям наставника и учеников. Отдельная часть уроков господина Митсумото была посвящена техническому арсеналу дзюдо. Плодотворно эта неделя выдалась для воспитанниц отделения самбо уссурийского ДЮС США. Во Владивостоке прошло первенство России среди борцов 2001-2002 годов рождения. На ковер вышли 393 спортсмена, более чем из 40 регионов страны. Воспитанницы Елены Селезневой и Кристины Сташкевич боролись за медали и путевки на первенство Европы. В весовой категории 52 килограмма финальная схватка прошла с участием нашей спортсменки Екатерины Циберт. Напомним, что Катя победительница первенства России и мира 2016 года. В этом году на кону решающего поединка была путевка на европейские соревнования. И Катя отправится туда. В декабре этого года Катя представит наш край и страну на первенстве Европы в Хорватии. Серебром на России блеснула Татьяна Бараболя весовой категории 44 килограмма. И здесь же ее землячка Карина Баламутова поднялась на третью ступень пьедестала, став бронзовой призеркой первенства страны. Отлично показали себя приморские девушки в общекомандном зачете. Самбистки края заняли третье место. Продолжит выпуск наша постоянная рубрика «Будем вместе». Сегодня мы расскажем о Кате. Девочка учится в седьмом классе. Старательная, усидчивая, исполнительная. Любит подвижные игры. Катюша мечтает о семье, доме, где ее будут любить и называть дочкой. Знакомьтесь. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке разреза управления «Новошахтинская» компании «Суэк». Катя – тихая, скромная девочка-подросток. Ей пока тяжело смириться с переменами, которые произошли в ее жизни за последнее время. В детский дом Катюша попала совсем недавно. Воспитатели очень тепло отзываются о девочке, отмечая ее усидчивость, исполнительность, умение признавать свои ошибки и стремление к учебе. Катюшка у нас недавно, месяца два назад к нам привели эту девочку. Она приехала с Владивостока. Девочка очень хорошая, очень контактная. Нашла общие языки с воспитателями и с детками. В школе ладится с детьми. Катюша уважительно относится к взрослым. Первая вызывается помочь. Любит подвижные игры. Спортивная девочка. Планирует записаться в секцию волейбола. Катя не скрывает своего желания обрести семью. Девочка очень нуждается в любящих и заботливых родителях. Меня зовут Катя. Я в седьмом А-классе. Я люблю в свободное время. Помогать кому-нибудь убираться, мыть посуду. О чем ты мечтаешь? Попасть домой. По вопросам семейного устройства обращаться в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу. Улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 323536. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Уссури». Новое жилье – новая жизнь. Уссурийская, 52А, телефон 306-906. На этом пока все. В студии работала Екатерина Рехтина. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова